Помогать, познавать, рассказывать, дружить. В Чебоксары сегодня прибыли участники проекта межнационального согласия «Маяки дружбы. Россия сближает-2018». В этом году в нем участвуют 120 волонтеров из регионов Поволжья, Москвы, Кавказа. Волонтеры чистят реки, их берега, восстанавливают исторические памятники, путешествуют, знакомятся с традициями и культурой разных народов России. С «Маяками дружбы» пообщался мой коллега Рифат Фаткулин. «Россия сближает» написанное на футболках волонтеров. И это не просто слова, примеры на каждом шагу. Молодежный проект состоит из трех этапов. В первой смене добровольцы остановились в одном из самых живописных мест Кавказа, в Южной Осетии. Ребята узнавали традиции и обычаи древнего народа, даже помогали в восстановлении памятников архитектуры. Мы жили в Занкарском заповеднике, и там существуют так называемые, но на Кавказе везде есть у всех именные башни, строения, за которые кто-то отвечает. И мы там, была церковь про Святую Богородицу, мы на ней производили работы, то есть помогали местному населению. Они надеются, что со временем они ее починят, отреставрируют, ну и, конечно, туристы будут ездить в наши места очень красивые. Проект «Маяки дружбы» проводится третий год. Он набирает обороты и расширяет географию. Молодежь, участники проекта, каждый день рассказывают о своих впечатлениях в блогах, в социальных сетях, в сайтах. Информация расходится по всему миру. Наш маленький девиз – это труд в обмен на просвещение. Мы ездим по разным регионам России, трудимся, это волонтерская работа, экологические акции какие-то, помощь в восстановлении культурных памятников. А в обмен люди рассказывают нам про традиции своего региона, рассказывают нам, как жили их предки, как живут они, показывают местные танцы национальные, пробуем кухню. В столице Чувашии добровольцы проведут экологическую акцию на Волге. Это второй этап проекта. Завершит экспедицию фестиваль «Россия сближает», который пройдет в Казани 17-18 августа. Рифат Фадкулин, Борис Андреев, Республика. Редактор субтитров А.Семкин